Пилотный проект «Учим дома» был разработан в августе нынешнего года, а в сентябре уже запущен работу. Несмотря на такую скорую реализацию, идея оказалась очень нужной и полезной. В Ангипасе уже обучаются 50 студентов, будущие медицинские специалисты среднего звена. Здесь не только выпускники образовательных учреждений этого года, но и горожане, которые давно мечтали о профессии медицинского работника. К примеру, мать четверых детей Олеся Лещенко. Трое из них уже студенты. Теперь и мама пополнила их ряды. Ранее Олеся работала на почте. Узнав о наборе в политехнический колледж на специальность сестринское дело, подала документы в числе первых. Тяжело совмещать. Не буду обманывать и говорить, как это легко. Мне тяжело, но все возможно. Все это впервые. И медики наши, которые нам преподают, они тоже не педагоги, но стараются. И мы стараемся их понять. Таких, как Олеся Лещенко, немало. Каждый из них по-своему относится к своей новой студенческой жизни. Я давно на самом деле мечтала. Просто не было такой возможности. Не было возможности ездить в Нижневарк и скучиться. Когда появилась такая возможность сейчас в Ангипасе, я с удовольствием использовала. Практическим теоретическим навыкам студенты-медсестры обучаются на базе городской больницы, где установлены современные симуляционные тренажеры. Они позволяют моделировать процессы и ситуации профессиональной деятельности медицинских работников. Кроме того, нарабатывать навыки оказания медицинской помощи без риска для пациентов. Девочки у нас занимаются в одну смену. Пока условия позволяют им заниматься в учебное занятие, в одну смену. А в дальнейшем планируется учебная практика, будет проходить в две смены. Уже через два года студенты, обучающиеся на базе 11 классов, пополнят ряды медицинских сестер городской больницы. И второй этап проекта «Учим дома» касается врачей общей практики, которые хотят получить узкую специализацию. Для них организовано обучение без отрыва от производства с применением дистанционных технологий. У нас врачи-терапевты обучаются по целевому направлению. Сам процесс обучения занимает два года. И по истечении двух лет есть обязанность отработать еще в течение трех лет Лунгипасской городской больницы в рамках целевого направления. Данная идея разработана главным врачом Лунгипасской городской больницы, депутатом Окружной думы Александром Нохриным. При поддержке правительства Югры и Департамента здравоохранения Хантамантийского округа. Свою заинтересованность показало и руководство Лунгипаснефтегаза. Нефтяники постоянно поддерживают развитие медицины в городе. Совместно с властями округа в жизни воплощаются масштабные проекты. Так, только за последнее время на средства, выделенные по соглашению между правительством Югры и компанией «Лукойл», создана ПЦР-лаборатория. Недавно после капитального ремонта открылся операционный блок. Все эти преобразования в медицине и, конечно, подготовку кадров высоко оценивают специалисты из других городов. Поразил проект «Лучим дома». Я вообще с таким не сталкивался. И мне кажется, это очень такая хорошая идея. Как в смысле среднее медицинское образование, так и для высшего медицинского образования. Ну, может быть, только на послевозовском образовании, когда на этапе клинической координатуры там, потому что, навряд ли, рационально использовать на додипломном этапе. Но вообще, очень хорошие идеи. Сегодня проект реализуется не только в Ангипасе, но и в соседнем Радужном. Успешный опыт тиражируется и на другие города Югры.